Здравствуйте! В эфире программа Норильские новости. В студии Ольга Ерохина. Смотрите в этом выпуске. День памяти и скорби. 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Многие норильчане пришли к Вечному огню, чтобы отдать дань памяти погибшим на полях сражений и принять участие во всероссийской акции «Свеча памяти». Германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-фашистских захватчиков. 22 июня навсегда вписана в историю как день начала Великой Отечественной войны. В 4 часа утра фашистская Германия без объявления войны вторглась в СССР. Планы гитлеровцев сводились к нанесению внезапного удара, уничтожению пограничных и военных частей, прорыву в глубокий тыл и захвату Москвы. Однако вместо ожидаемых Гитлером нескольких недель войны, она продлилась 1418 дней и завершилась победой Советского Союза. Цветы к Вечному огню возложили ветераны, представители администрации, горожане. В судьбе каждого война оставила свой след. Сегодня день траура и скорби 22 июня. У меня воевал отец Тыченко Иван Демьянович. Воевали два дяди Белов Михаил Иванович и Безязыков Александр Павлович. Раненые, но вернулись. А дядя Безязыков еще разбивал эту миллионную квантунскую армию на Дальнем Востоке. После возложения на площади героев прошла всероссийская акция «Свеча памяти». Молодое поколение, волонтеры и ребята из трудового отряда страшеклассников зажгли свечи. Молодежь Норильска присоединилась и к акции «Красная гвоздика». 22 июня – это день памяти, когда мы можем вспомнить, чтить память и как раз таки, благодаря тому, что мы можем провести эту акцию, продать такую красную гвоздичку. Этот символ означает память и мы можем благодарствовать героям, которые как раз таки погибли в войне. Вырученные средства пойдут на покупку лекарств, инвалидных кресел, слуховых аппаратов и другую медицинскую помощь ветеранам. Надежда Балдакова, Владислав Моисеев, Норильские новости. В Норильске завершился очередной политический сезон. Последняя перед летним перерывом сессия городского совета состоялась сегодня. В ходе заседания депутаты рассмотрели 14 важных для территории вопросов. На 29-й сессии горсовета утвердили отчет об исполнении бюджета Норильска за 2020 год и скорректировали главный финансовый документ на текущий год. Изменения коснулись 13 из 18 действующих муниципальных программ. Парламентарии внесли изменения в действующее решение горсовета в порядок оплаты бюджетникам и членам их семей проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно. Из перечня предоставляемых на оплату дороги для несовершеннолетних исключили справку из общеобразовательного учреждения. Обратилась гражданка с такой проблемой, что при обучении детей в высшем учебном заведении в другом городе ребенок находится на семейном учении и фактически проживает в Норильске. К сожалению, наши нормативные правовые акты не позволяли оплачивать дорогу родителям таким детям. Обращение поступило, мы достаточно оперативно к нему обратились, рассмотрели, провели экспертизу, внесли изменения и сегодня решение принято. Теперь, собственно, такие студенты могут также выезжать из Норильска в отпуск, в соответствии с трудовым кодексом дорога будет оплачена. В ходе заседания депутаты утвердили положение об управлении по реновации, которое будет обеспечивать реализацию комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования город Норильск, начиная от этапа проектирования многоквартирных домов и кварталов до ввода их в эксплуатацию. Предусмотрено выполнение следующих мероприятий. Это ликвидация и демонтаж аварийного жилищного фонда, строительство и реконструкция многоквартирных домов на территории муниципального образования города Норильск, в том числе и на существующих ростверках реконструкция домов, имеющих историческую ценность. В заседании приняло участие депутат Краевого Заксобрания Людмила Магомедова. Она подвела итоги своей пятилетней работы, обозначив наиболее значимые результаты, среди которых принятие законов об увеличении ставки на организацию школьного питания, о получении инвалидами льготы на оплату дороги на материк раз в два года. Кстати, информацию о деятельности каждого депутата Законодательного собрания любой из вас может получить на нашем сайте Законодательного собрания. Кроме того, сейчас в Заксобрании Края продолжается работа над законопроектом о сертификатах для детей-сирот старше 23 лет, которым еще не предоставлено жилье от государства. Это закон, который позволит альтернативно определить самому человеку, который относится к категории ребенок-сиротан, но он, правда, уже не ребенок, старше 23 лет, и все-таки определиться, ждать ему дальше в очереди от государства, либо, возможно, на его территории. Есть такая возможность приобрести самостоятельное жилье. Мы будем выделять порядка полутора миллионов рублей на это приобретение. До сентября норильские парламентарии на сессии собираться не будут. Однако работа депутатского корпуса продолжится. Именно в летний период начинается формирование бюджета территории на предстоящие три года. Светлана Кудрышова, Александр Вори, Норильские новости. Прогресс не стоит на месте, в том числе и в сфере фармакологии. Улучшаются формулы лекарственных препаратов. Но не все они полезны, ведь под видом лекарств, витаминов и биологически активных добавок иногда продают и наркотические вещества. Что называют дизайнерскими наркотиками и чем они опасны, выяснил наш корреспондент. Термин «дизайнерские наркотики» появился благодаря умельцам в области фармакологии, так называемым подпольным химикам. Они создавали аналоги запрещенных наркотических веществ путем небольшого изменения формулы, оставляя при этом основу вещества, вызывающие различные эффекты и привыкания. Зачастую опасные синтетические каннабиноиды и психостимуляторы выдавались за успокоительные, курительные, жевательные смеси или поднимающие настроение витамины растительного происхождения. В перечень запрещенных препаратов они не попадали, и распространители избегали ответственности перед законом. Люди, находясь в состоянии опьянения этого вида наркотика, они могли совершать совершенно безумные вещи, которые угрожают себе, направлены на себя, и могут быть направлены на окружающих, то есть принести вреды окружающим. То есть это очень опасный наркотик с изменением. Человек не представляет, где он находится, в какой реальности. Эффект от употребления и передозировки синтетических каннабиноидов по-настоящему устрашающий. При воздействии на центральную нервную систему они зачастую приводят к судорожным припадкам, потере сознания и даже остановке дыхания. Синтетические психостимуляторы вызывают длительные яркие галлюцинации и бред. Симптомы по внешним признакам, похожие на шизофрению. Закон отреагировал несколько лет назад, и теперь под статью попадает не только формула наркотического вещества, но и его основа. После этих нововведений в законодательстве, ну, сократилось, значительно сократилось количество таких изобретателей, таких подпольных лабораторий. Тут не обязательно знать, что именно за наркотик. Главное понимать, что вообще любое наркотическое вещество, в том числе, оно не просто так запрещено, да, к обороту, потому что оно оказывает вред не только для здоровья своего собственного, но и для здоровья окружающих. Самое важное, что это понимает молодежь, которая сейчас вот заканчивают школу, да, ну, и вообще школьники, и студенты. Самое главное, что они это понимали и стремились к здоровому образу жизни. Работа по профилактике наркомании среди молодежи ведется постоянно. Благодаря изменениям в законе и работе ведомств, в этой сфере статистика постоянно снижается. А случаи выявления распространения или употребления запрещенных препаратов на территории Норильска, по словам специалистов, на сегодняшний день так и вообще единичны. Надежда Машарова, Александр Вори, Норильские новости. В парке озеро Долгое наводят порядок, высаживают траву и цветы, готовят зону отдыха. Скоро там обустроят навесы и запустят фонтаны. Подробнее расскажет Надежда Балдакова. Как ранки, знаете, через пальчик, да, как на ОБЖ. Для жителей материка дюжина берез – это совсем немного. Но для Норильского парка – это ценность, которую здесь берегут. 12 маленьких еще деревьев выхаживают после пережитой ими суровой зимы. Для устойчивости укрепляют стволы. Помощь березкам оказывают неравнодушные сотрудники лыжной базы «Альгуль», участники Местной Федерации функционального многоборья «Кроссфит», Организации по озеленению «Иван Попов» и Молодой гвардии «Единой России». Мы узнали, что березки нужно прикрепить к таким большим деревянным конструкциям, чтобы они дальше не ломались и восстановились. И у нас на лыжной базе так очень удачно оказались списанные лыжные палки. Поэтому березки будут прикреплены к лыжным палкам, замазаны ранки глиной, и в дальнейшем нам обещают, что они срастутся и будут радовать окружающих. Реабилитация пострадавших березок – лишь часть большого плана экологических мероприятий для города. И участники Молодой гвардии видят в таких акциях малую часть миссий по сохранению уникальной хрупкой природы Таймыра. Ребята стараются регулярно проводить эко-мероприятия. Для этого в гвардии создан целый экологический штаб. Мы от Молодой гвардии активистами решили собраться и также присоединиться к данной акции в рамках проекта «Экологический штаб», руководителем которого я являюсь, и помочь, так скажем, нашей таймурской природе. Буквально сегодня, вот только что, вот с другого мероприятия приехали, мы помогали в благоустройстве детского сада, то есть мы перекапывали территорию с ребятами для того, чтобы деревья там тоже примерно такие же росли. В парке озеро Долгое этим летом озеленят. Специалисты муниципалитета и агентства развития Норильска подсеют траву, высадят цветы, устроят цветные навесы и оформят цветами каркас инсталляции фестиваля света под названием «Сингулярность». Скоро здесь вновь заработают фонтаны. Также продолжим работу над фонтанами. Будет выполнена дополнительная гидроизоляция чашами стекловолокна и произведен монтаж и запуск. И также вернутся на место разноцветные крыши, которые были на зиму демонтированы. Завершить монтажные работы планируется к 10 июля. Работы по озеленению территории будут продолжаться весь летний сезон. Надежда Балдакова, Александр Вори, Норильские новости. К этому моменту у нас все. Следите за новостями на сайте norils.tv. В студии была Ольга Ерохина. Всего доброго. Вакцинация сделает нас сильнее. Сегодня уже миллионы людей используют электронные госуслуги. Потому что это позволяет экономить время. Все функции собраны в одном месте, а работа построена так, как это удобно вам. Зарегистрируйтесь на портале, не выходя из дома, и вы сможете проверить и оплатить штрафы ГИБДД. Задолженности по имущественному и транспортным налогам. Записать ребенка в детский сад или назначить приему врача. Для регистрации вам понадобится ввести только паспортные данные и СНИЛС. Для полного доступа к порталу и сайтам органов власти необходимо подтвердить вашу учетную запись. Это легко сделать, обратившись в один из многочисленных центров регистрации, расположенных рядом с вашим домом. Подтвержденная учетная запись гарантирует максимальное удобство и доступ ко всем услугам портала, включая получение загранпаспорта и регистрацию авто, а также позволяет работать с сайтом Федеральной налоговой службы и порталом Пенсионного фонда России. Госуслуги. Проще, чем кажется. Госуслуги. Проще, чем кажется. Госуслуги. Проще, чем кажется.